Чемпионат мира по футболу вдохновил курского эко-дизайнера Артура Бражена создание новой коллекции одежды «Россия-чемпионка». Он сделал серию платьев из вторсырья и представил её в столичной фан-зоне на Красной площади. В таких нарядах курские болельщицы не могли остаться незамеченными. Едва они успели надеть привлекательные костюмы, их тут же окружили иностранцы со всех уголков мира. Болельщики из Испании, из Бразилии, из России встречали нас, приветствовали. И мы так были счастливы, что мы с нашей командой единые, единое целое. Конечно, все не успели пофотографироваться, ажиотаж был очень большой. По-моему, как раз играла тогда Япония, и было очень много японцев. Презентацию коллекции «Сторсырья» устроили в фан-зоне на Красной площади в поддержку сборной нашей страны. В каждом изделии использована футбольная символика. Сама юбка – это тоже большой мяч. А чтобы как-то именно придать антураж и придать именно объем, я решил еще сделать и на плечи. То есть были раньше рукава-фонарики, а это именно рукава-мячики. А здесь уже возникла такая вот идея, чтобы как выглядит поле футбольное с птичьего полета. В мастерской Артура Браже мусор превращается в искусство. И самые неожиданные материалы, например, поролон, становятся частью моды. Вообще планируется 10 изделий, но вот их пока 5. И просто не хватает материала. Мы ждали, да, то есть нам то, что принесли, допустим, там какую-то мебель, мы ее распотрошили и достали оттуда поролон. Если принесут еще, будем только благодарны. Вот мы достанем все внутренности, ну а все остальное мы уже найдем применение. Дизайнер напоминает, для изготовления одной хлопковой рубашки необходимо две с половиной тысячи литров воды. Чтобы не тратить ресурсы напрасно, новые коллекции можно создавать и из старой одежды. В эко-музее с радостью примут то, что завалялось в шкафах у курян. До этого принесли строители толстовку. Им показалось, что там много краски, она вся запачканная. Ну, говорят, жалко выкидывать, может вам полы мыть. Ну, я взял, создал себе пиджак, добавил туда красную футболку. Эта техника называется апсайклинг. Такая творческая переработка помогает сокращать потребление и коренным образом меняет отношение к вещам. Карина Мацких, Андрей Петухов, Вести, Курск.